Движение робота по черной линии 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 Теперь, ребята, перейдем к программе робота с одним датчиком цвета Программа создается следующим образом Первое. Включение и выключение устанавливаются внутри бесконечного цикла Второе. Выбирается датчик цвета на включение и выключение И третье. Выбирается режим сравнения цвета, который находится на датчике цвета После того, как вы загрузите данную программу, проверьте результат Движение робота по черной линии Теперь, ребята, на экране вы наблюдаете робота с двумя датчиками Чтобы робот с двумя датчиками мог двигаться по линии, он должен придерживаться следующего алгоритма Первое. Если оба датчика цвета увидят белый цвет, то робот движется только вперед Второе. Если один из датчиков цвета увидит белый цвет, а другой черный, то робот поворачивает в сторону черного цвета И третье. Если два датчика цвета увидят черный цвет, тогда робот считает, что он находится на перекрестке Перейдем к этапам сборки робота с двумя датчиками Для этого нам необходимы следующие детали Два больших мотора Ось Соединительные штифты Балки И колеса Состоящие из шины, ступицы Соединительные штифта И декоративные стрелки Мы собираем Данную конструкцию Указанную у вас на экране После этого Мы соединяем два наших мотора с помощью балки Также нижней балки После этого мы крепим металлический шарик и подшипник с помощью специальных соединительных деталей Далее мы крепим два датчика цвета с помощью соединительных деталей Также, ребят, вы можете использовать ультразвуковой датчик для преодоления препятствий Также, ребят, не забудьте про установку микроконтроллера и соединительных кабелей Подсоединить необходимо к одному мотору и к порту Также второй мотор к следующему порту Перейдем к программе робота с двумя датчиками цвета Для реализации необходимо отслеживать показатель двух датчиков цвета Будем использовать взаимосвязанные включения и выключения для этой цели Перед началом движения нужно отредактировать параметры первого датчика А также параметры второго датчика Также, ребят, попробуйте загрузить данную программу и проверить результат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь, ребят, для закрепления материала нам необходимо выполнить следующие задания Задание номер один Установите соответствие Программное обеспечение для ученика Кубоид и модуль микроконтроллера Рассмотрим верный ответ Программное обеспечение для ученика находится в центре экрана Кубоид находится в верхней части Модуль микроконтроллера находится в нижней части экрана Задание номер два Найдите датчик цвета Рассмотрим верный ответ Датчик цвета находится в верхней строке под номером два Задание номер три Правильно расставьте режимы датчика цвета Рассмотрим верный ответ Режим внешнего освещения Режим отраженного света Задание номер четыре Разместите в таблице соответствующие названия датчиков Гироскопический датчик Ультразвуковой датчик Датчик касания Датчик цвета Рассмотрим правильный ответ Под номером один гироскопический датчик Под номером два датчик касания Под номером три ультразвуковой датчик И под номером четыре датчик цвета Надеюсь, ребята, вы с легкостью справились с данными заданиями Таким образом, сегодня на уроке мы узнали Как использовать датчик цвета для организации движения робота На этом наш урок завершен До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин